Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Валя и это канал о вязании. В данном видео мы с вами провяжем вместе вариант вот такой красивой дорожки, которую можно использовать как регланную линию. Конечно же данный узор можно использовать не только для реглана, но и, например, оформить ваше изделие вертикальными дорожками. Вот такими вот. Отличие образцов в том, что здесь прибавки на реглан сделаны накидом, а вот в этом варианте прибавки сделаны до бора петли на спицу. Какой вариант вам вязать, вы выбирайте сами. Такой простой узор, лаконичный, мне кажется, что он отлично впишется в реглан и будет ненавязчиво дополнять ваше изделие. Для удобства я составила для вас схему с расшифровками. Данная схема будет у меня в ВКонтакте и в Инстаграме. Для того, чтобы вам не теряться, я внизу оставлю прямые ссылочки прямо на посты с этой схемой. Итак, по схеме. Во-первых, на ней обозначены только лицевые ряды. Изнаночные мы вяжем по рисунку. Центральный элемент у нас состоит из 7 петель, находится между фиолетовыми линиями. Справа и слева у меня обозначены накиды. Накид обозначает регланную прибавку. Но вы можете делать регланную прибавку любым удобным для вас способом. То есть это не обязательно должен быть накид. Дальше, если рассмотреть центральный элемент, посередине у нас идет как раз вот эта косичка, которую мы с вами вместе провяжем. Далее изнаночные петли по бокам и еще лицевые петли на темном фоне. Это у нас лицевые, которые мы будем провязывать скрещенными петлями. Давайте сейчас провяжем вместе. Первый ряд мы вяжем до маркера. То есть я центральную линию обозначила маркером. Итак, вот я дошла до маркера. Перед маркером нужно сделать прибавку. Ее можно сделать накидом, можно сделать скрещенным накидом. Можно поднять из протяжки. Любым удобным способом, которым вы делаете прибавки. Я сделаю скрещенной петлей. То есть я накину петлю на спицу. Петлю я делаю так, чтобы у нас нить от клубка шла сверху. То есть видите, я перекрутила и нить от клубка, она ближе к нам. И накидываю таким образом на правую спицу. Все, прибавка сделана. Дальше я перекидываю маркер. И дальше у меня скрещенная петля. Если мы рассмотрим петлю, у нее есть правая и левая стенка. Для того, чтобы вязать правильно, нам нужно провязывать за правую стенку. Тогда петля не будет перекручиваться. Но у нас стоит цель именно перекрутить петлю. Поэтому я ее буду провязывать за левую стенку. В данном случае левая стенка находится сзади. Поэтому я провяжу за дальнюю стенку лицевой. Дальше у меня будет идти изнаночная петля. Три лицевые. Раз. Два. Три. Одна изнаночная. Одна лицевая. И эта лицевая у меня будет опять скрещена. Поэтому я ее провяжу за левую стенку. Левая стенка находится сзади. Если вы вяжете, например, бабушкиными. Потому что я вяжу и так, и так уже. Смотрите, если при бабушкиным вы вяжете, то тогда у вас петля будет расположена вот так. Левая стенка будет спереди. Поэтому вам нужно будет провязать за левую стенку. То есть тут вы смотрите по своему вязанию. Перекидываю маркер. И опять сделаю прибавку. Для этого накину петлю. Так, чтобы у нас нить от клубка теперь была сзади. Вот видите, нить от клубка идет сзади. И я накидываю таким образом петлю на правую спицу. Так, и хорошо подтягиваю. Теперь у нас будет второй ряд. Второй ряд мы вяжем по рисунку. Если вы вяжете по кругу, да, то вы вяжете по рисунку, скрещивая петли. Если вы вяжете по кругу сверху вниз, и у вас будут моменты, когда вы будете укороченными рядами формировать горловину и росток, тогда нам нужно будет вот эти вот петли скрещенные по изнаночной стороне провязать тоже скрещенными. И в этом может быть у некоторых проблема. Поэтому давайте я покажу вам, как это сделать. Сейчас я дойду до скрещенной петли. Итак, смотрите, вот я довязала до скрещенной петли. Сейчас нам нужно ее будет провязать также за левую стенку. Вот правая стенка, и вот там она левая стенка. Вот она. Поэтому нам нужно будет провязать также за левую стенку. Изнаночной. Чтобы петля у нас перекрутилась. Давайте перевернем на лицевую сторону и посмотрим, что получится. Вот видите, у нас петля перекручена, вторая тоже перекручена. Если вы только учитесь делать такие петли, то я вам рекомендую переворачивать вязание на лицевую сторону и себя проверять поначалу. И все, теперь вяжем до конца ряда по узору. Итак, третий ряд, в который мы будем как раз провязывать вот этот центральный элемент. Поэтому вяжем сейчас до него. Не забываем делать прибавку. То есть, вот у меня опять прибавка. Я буду ее накидывать скрещенной петлей сразу же. Дальше у меня скрещенная лицевая. Изнаночная. И как раз вот этот центральный элемент. Вот этот. Он строится на трех лицевых петлях. Чтобы его провязать, нам нужно третью петлю по счету подцепить правой спицей. Вот видите, я подцепляю. При этом петли у нас должны быть развернуты к нам правыми стенками. То есть, если вы вяжете бабушкиными петлями, вам нужно поменять местами стенки. Третью стенку подцепляем правой спицей и ведем ее к концу левой спицы. То есть, мы ее хорошо вытягиваем и ведем вот так. Видите? И отпускаем. И у нас вот остались две петли вместо трех. Поэтому нам нужно их добрать накидом. Для этого мы провязываем лицевую. делаем накид. Провязываем лицевую. Все. То есть, мы вернули опять три петли. Дальше мы провязываем изнаночную, скрещенную лицевую, перекидываем маркер, делаем прибавку и дальше вяжем по узору. Изнаночный ряд мы вяжем по рисунку. Накид, который мы сделали в серединке, мы его провязываем также по рисунку. То есть, у нас с лицевой, лицевыми мы будем провязывать с изнаночной и с изнаночной. И все. Вот эти два ряда, да, первый мы вместе провязали, третий мы провязали. Четные ряды вяжем по рисунку. То есть, вот эти два ряда повторяем вверх нужное количество вам раз, пока у вас не закончится регланная линия. Спасибо за просмотр данного видео. Обязательно подпишитесь на канал, ну и подписывайтесь на мои соцсети. Пока!